Вот эти огромные железные конструкции на самом деле являются селевыми ловушками. То есть над Алматы окружают огромные горы, которые уже покрыты слоем земли. И иногда так случается, что эта земля может сойти. Поэтому у подножий всех гор вокруг Алматы стоят такие специальные ловушки, сваренные с огромных железных палок, которые, если сдвинется земля с горы, они задерживают ее и дробят на маленькие части. И возле самых гор Медео и под ниже подложья катка тоже стоят огромные железные конструкции и ловушки для потоков земли, если, не дай бог, случится такая экологическая катастрофа. Вот так изнутри выглядит селевая ловушка. На самом деле очень мощная конструкция из железных балок, сваренная во многих местах, потому что, когда идет селевой поток с гор, он разрушает все на своем пути. Это огромные массы земли, движущиеся с большой скоростью. Поэтому вот такая конструкция, построенная еще в 50-х годах 20-го века, предохраняет Алма-Ату от схода земляных лавин. А вот и место, где сработала селевая ловушка, потому что здесь между балками уже навалены камни, земля. Здесь она уже выполнила свою функцию, то есть содержала селевой поток. Но самое большое, от чего у вас почти такая ловушка, посмотрите, огромные камни, которые катились с гор. Они весом не меньше тонны каждой. И вот эти ловушки как раз их поймали, иначе бы они могли докатиться и до самого города Алма-Ата. Вот видите, поэтому на самом деле очень-очень полезное сооружение. И уже в одном месте выполнила свою задачу. Видите, какой остатки селевого потока, который навис прямо над балками этой конструкции. И, конечно же, если здесь лежит такой камень огромной величины, он катился, скорее всего, с очень большой скоростью. Но ловушка выполнила свое предназначение, и камень весом не меньше, чем тонна просто застрял между балками. А в этом месте ловушки очень ярко видно, из чего состоит селевой поток. На самом деле это не просто земля, это камни самой разной величины. Это старые деревья, это куски металла, которые принес селевой поток с горы. Вид снизу. Огромные камни, которые катились с гор, лежат между балками конструкции. Их вес очень большой, и, скорее всего, что и скорость была большая. Потому что они просто застряли здесь. Так что конструкция очень полезная штука для безопасности жителей Алматы.